Главный вопрос, было ли это все легально? Ну, конечно же нет. Харли Дэвидсон. Внимание, сколько стоил Rolls-Royce они выпустили? 130 тысяч долларов. Это был самый продаваемый автомобиль. Ты прям чувствуешь мафиози. Rolls-Royce 75-го года на побережье Калифорти. Мы в раю, в мафиозном раю. Бассейн. Гринь. Сигара. О, Серега думает по поводу вегетарианцев. Знаешь, я так не буду говорить. И сейчас пи-пи-пи-пи. Вот предтреники, которые используют Серега. Еще раз, из чего колбаса? Осел. Это собачка. А мы снимаем вот этот вот динозавр с выхлопом. И вот тот динозавр с Беверли-Хиллз 75-го года. И Серега вышел в белюровом красном костюме. У меня нет. Это бизнес. Что за бизнес? Жир. Нереально. Солидно. Солидно. Именно так заводится легендарная мафия. Это мафия. Такой год, да, казалось, 75-го. Запах, Миша, какой этот запах. Запах, да. Такой страх. Это настоящее мафия. Сейчас можешь, Миша, снять сейчас Серегу, и он скажет такие слова, что... Негоже барину с кучером сидеть. Я не знаю, какой Серега я Витто Скалетто. Я уже не Серега. Я уже итальянская мафия. Откуда здесь кондер я чувствую сзади в тачке 75-го года? Не знаю, откуда я его чувствую, но, братан, это мафия. Ребят, ну, такой комфортной тачки, ну, просто. Мы ехали с тобой на Tesla. Это машина 24-го года практически. А вот эта 50 лет, да, будет юбилей? 50 лет. Правильно сказать, я не слышу, как скорости, как передача переключается. Плавность просто. Смотри, аж заваливаемся. Ну, это просто Сицилия, это Сицилия. Мы не в самом деле. Мы конкретно где-то Сицилия. Давай, Серега, расскажи нам. Вообще, вот эта модель, Silver Shadow называется, она, когда вышла, это был первый у Rolls-Royce легковые машины без рамы. До этого у них уже были легковые, но без рамы. И он был на выставке, по-моему, в Италии, сейчас боюсь соврать. И там был представлен Ferrari за 28 тысяч долларов. И Mercedes S-Class Pullman, такая удлиненная версия. Она стоила 32 тысячи. Внимание, сколько стоил Rolls-Royce они выпустили эту машину? Я даже боюсь. 130 тысяч долларов. Они просто разорвали по ценам. Космос поставили. И это был самый продаваемый автомобиль. То есть они продали все абсолютно модели стоят. Но сравнение, что вот Mercedes Pullman, там удлиненная версия, вот этот лимузик в весе. Стоило 32 тысячи. Этот стоил 130 тысяч. Разница 100 тысяч просто. У меня всегда была мечта иметь один Retro Car. Почему именно Rolls-Royce? Как-то думал, думал, какую же выбрать. Как-то у меня остановился взгляд на Rolls-Royce почему-то. Вот я начал постоянно мониторить, смотреть, изучать немножко. Зацепил он меня больше всего. И я уже знал, что у меня будет именно Rolls-Royce. Именно потому, что представительский класс? Наверное, да. Наверное, что-то во мне царское. Мне кажется, потому что символ успеха такой, знаешь? Да, а я, как меня все домашние называли, когда был маленький, я всегда, когда игрался, я говорил, я сарь, я сарь. Наверное, что-то во мне царское просыпается под старость лет. Ну да, езжи наоборот. Все спортсмены любят там автомобили побыстрее, например. Даже Porsche тех годов. То, что побыстрее, то, что вот так вот легендарные. А Rolls-Royce даже именно, да, это же представитель. Знаешь, я думал вообще Retro Car, любую Retro Car иметь, это круто. Это прикольная игрушка, это необъяснимая вещь такая, такой дух. Это нужно просто хотеть. Это же он, когда делает какие-то маневры на дороге, это так чувствуется. В том плане, прям такой, знаешь, это вайп такой прям 70-х. Ты прям чувствуешь, понял, как будто хочется там где-то от пули увернуться. Да, все сделано, ты прав, 70-х. Вот для плеча есть, для этого, для подлокотника одно-второе, ручка, чтобы... Я просто, знаешь, о чем сейчас думаю? А прикинь такую тачку иметь в 70-х. Конечно, в то время. Такую машину? Кто ты? Кто ты? И чем ты занимался? Главный вопрос, было ли это все легально? Ну, конечно же, нет. Но мы загребали столько бабок, что мы просто не знали, куда их девать. Это самое красивое место на планете. Сан-Диего, Лос-Анбелес, побережье Калифорнии. Только представьте на свою секундочку. Роллс-Рой 75-го года на побережье Калифорнии. Красивее этого нет ничего. Мы в раю похожи, в мафиозном раю. Запомните эту фразу, ребят. На небе только и разговоров, что о море и о закате. Поэтому вы обязательно увидите это в своей жизни. На камере не то, поверьте не то. Вот этот бриз, запах. Ребятки, живите, пожалуйста, одним днем. Не тратите лишнее денег. На гулянки, тачки. Вот куда нужно тратить. Поэтому, если вы не видели океан, обязательно нужно его посмотреть. Потому что на небе только и разговоров, что о море. Я, как настоящая капибара, прыгнул в этот бассейн. Скажи, так выглядит максимально по-американски. Смотри, бассейн весь район. Видишь? Можно плавать. Здесь кроссы какие-то. Но нас ждет мясо. Погнали покажем, как Серега это самое разжигает. О, это ж это... Как правильно, Серега, это называется? Это ж для... Тандыр. Тандыр, да. О, смотришь. Следы от самсы. А я видел, подожди, я видел в сторис, там такие... Мы же с Азии. Я скучал по таким вещам. Это самса не в духовке, а вот на огне. Да, да. Приклеенная, понял там. Она начинает, смотри, вот тесто. Мясо закипает, как бульон. И чуть-чуть начнет подтекать. Иногда по стенке стекает, создаёт аромат. Дело не в огне, а дело вот в этом бульоне, то что он закипает. По стенке. По стенке. Вот именно на стеночку. Видел эти вот как пятнышки. Я вам скажу так. Я не фанат. Знаешь, какой фанат я кулинарии? Вот именно такой с душой, когда люди знают, что они делают. Знают, как они и для чего, и в каком контексте. Для меня, ну, еда это искусство. Вы прям всё готовите. У вас я всё вижу на огне, в какой-то печке. Ну да, в какой-то момент мы поняли, что о чём мы скучаем. Мы как вызов, мы можем сами сделать. Я думаю, что Серёга нам сегодня покажет полностью искусство, вайп, времяпрепровождение с сигаркой. Как отдыхают настоящие накаченные алкоголки. Он только что просто рассказывает. Какой кайф проснуться утром, покурить сигару и поехать в зал. Это оно, скажи. Конечно. Пошли, кстати, завтрак. Вам привет с пах-пахом. А это что? Это куда? С пах-пахом куда? Пах-пах. 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 Не-не, я не про это сколько съедать нужно в день мясо красного. Чтобы тестостерон повышался. Ну я думаю, минимум один стейк. Один стейк минимум. А в паундах? Один паунд. Один стейк, один паунд. Золотая средина. Это вот как минимум, а плюс бесконечно. А как максимум? А как максимум бесконечно. Сто процентов. Красное мясо орудит. Какая прожатка самая топовая? Мидиум рэр. Мидиум рэр. Мидиум рэр. Мидиум рэр. Мидиум рэр, да. Может оно должно еще и глазом дерпнуть мясо не должно быть. Должно бы еще дышать немного. Дышать, шевелиться. Так немножко должно еще. Судороги, чтобы эти были мышечные, да? Они же живые. Если мясо вилдан как подошва. Или что не привык к стейкам? К стейкам? Я его искал вот как-то свое именно мясо. Какая большая часть. А, какой-то рэр. Я понял. Вот мне филе. Филе меню самое вкусное. Однозначно. Да. Мне сто процентов больше всего. С остальным я вот лично не научился выбирать. Могу прям промазать. Вот вижу, как будто бы вот все классно беру. Промазал. Вот с филе меню тяжелее всего промазать. Ты всегда попадаешь, даже если оно плохое, все равно хорошее. Они как-то пахнут, конечно, как рэр. За счет жира. Да. Ну вот я же говорю, я как рыбай, как я выбираю, я не знаю, куда я смотрю. Есть ли у меня такой моментик, что мясо выбрать. Нет, ты еще поймешь. У тебя вкус еще подменяться. Сто процентов. Когда ты, например, сидишь на сушке, с ума сходишь по-жирному. Да. Чтобы это был рыбай какой-нибудь, чтобы там Нью-Йорку побольше жира. Когда наоборот много еды, тебе хочется линь такой, да, поменьше жира, чтобы съесть больше. Это бодибилдинг, парни. Самые настоящие. В чистом виде, как он есть. Смотри. Огонь. Бассейн. Криль. Сигара. Ярл свой старый. А есть какой-то лайфхак, секрет? Ничего. Замариновать. Просто вот сделать. Соль, перец. Ну, вариант какой-то еще специи наберет. Главное не передержать. Просто правильно. Да, 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 да. Самое главное. Ой, ну, нехорошо. Атмосфера, да? В красном костюме лобжой. Да. Стейк. Я никогда в жизни не встречал таких пахнущих овощей. Слышишь запах? Чувствую. Как это возможно? Просто посмотри на эту эстетику. Вот, парни, вот что такое профессиональный бодибилдинг. Раз, два, три. Клетчатка. Без соусов. Без, ну, всяких лишних. Просто эстетика и сейчас масса. Не, подожди. Там же спрашивают. Как похудеть? Я вешу 110 килограммов. Я жирный. Нет, они когда спрашивают, о чем мне прыщи. А, да, так сказать. Как избавиться от акне? Братанчик. Тарелка из овощей. Чистое мясо. Ни соуса. Ни бургера. Ни какой-нибудь свинины. Пельмешки ты любишь с майонезом, да? А потом. Дед, а как убрать акне? Еще раз. Вот так вот убирается акне. Вот такого режима три месяца акне не будет. Небажно стероиды, не стероиды. Не будет акне. Организму не с чего выплескивать вот эту грязь. А когда ты ее потребляешь, повторюсь, соусы, запиваешь кока-кола, а потом бургер, а я еще хочу наполеончик сверху. Ты сразу лови подачу в виде прыщей. На спине. Мне вот это очень прикольно. Что это такое? Как ты знаешь? Маринованное. Очень интересно. А прикол в том, что это же не на камеру. Это, ребята, действительно. Мы почему приехали вообще показать? Потому что, во-первых, это профессионалы. Во-вторых, я давно подписан, ребят. Смотрю, слежу. Мишаня рассказал. Это не наигранное. Это не постанова. Мы подготовились. Просто в любой день приезжай. Все, обычный завтрак. Нет ничего вообще из ряда вон выходящего. Это и есть эстетика. Эстетика в вашей форме, в вашей кухне, в вашем восприятии. Слушай, я знаю, что вот этот ребят даже слышал, что если это не выложено, если это не приготовлено, нет, никто есть не будет. А вам же лишь бы закинуть. В этом же проблема, на самом деле. В этом и ответ, и вопрос. И в басик сразу после этого. Ба-бах. И сигарочку на выходе. Чиназос. На глаз люди делают. Чтобы вы понимали про личинализм. Идеално. Это законно вообще. Скажи, как выглядит. Это же не искусство, по-твоему? А что это за маринад такой для овощей? Прикольно красивый. Розового цвета. Это армянский вариант. Да, да. Это армянские соленья. Ага, а как они, ну из-за чего цвет такой насыщенный? Из-за циклы. А, она просто для цвета. Понял, да? Посмотри, мясо такое сочное, что оно же плачет. Ты видишь? Оно плачет. Серега, скажи, ну вот мясо едите много, и все начинают дать год, мяса столько много есть, это хорошо. Да, кстати, там холестерин. Что дай, ну для лучшего переваривания. Все замечательно переваривается, ничего не надо. Тренировка, да? И что Серега думает по поводу вегетарианцев и фильмов вот этого нашумевшего про веганство? А я не видел? У нас же был самый популярный, что мясо нельзя одеть. Ну не знаю даже, что сказать, чтобы не нагрубить. А тут можно, мы запикаем. Нет, знаешь, я так не буду говорить. И сейчас пить, 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 и пошло. Я не знаю, я думаю, что я от мяса никогда не отказываюсь. Если кто-то хочет отказываться, я только рад, что они отказываются. Ну самое долгое количество. Сколько это вот мяса не ели? И было ли такое? Да, или было ли. Не было такого никогда. Всегда, да? Да что ты такой говоришь вообще? Пах-пах-пах. Это с фирменным пах-пах. Пах-пах-пах. Пах-пах. С пах-пахом. С пах-пахом. С пах-пахом. Это ваши блогеры там снимают. Миша всякие чип-милы, чип-дэи. Вот, посмотри сюда. Это именно оно. Не, не, надо попробовать на камеру. Да, да, да. Ревизию сделать. Оно? Я даже не желал. Я видел просто. Да, я тоже попробую. Да, я тоже попробую. Да, давай, пакуйте. Давай, я готов. Давай, давай, дед, погнал. Давай, конечно, какая глубина, прыгай. Вообще легко. Давай. Смотри, смотри. Ах, пиздец, мужик. Серый, ну ты мужик. Я же говорю, красава. Курить не затяг. Окей. Только в рот. Окей. Ну все, как бы раскочегариваешь ее. Только в рот. И все, да? Само начало ты когда берешь, резать надо. Да, да, да. Бывают даже с двух сторон такие закрученные. Бывает, ну с одной стороны всегда. Я понял. Как будто и не первый раз это делаешь. Да я подозрел сюда. Теперь это вообще пошло. Кстати, сигарам это сейчас секрет всегда тухнет. А, да? Да, поэтому хотя бы чуть-чуть, слишком долго передержи. Хотя бы сигарочку сделай, чтобы она... Это вот знаешь? Ты прям рожден для сигары. Он прям держит. Прическа. Все. Особенно сейчас, знаешь, зализана назад. Класс. Визуально это привычка тебе как бы нравится сигар. Ну сигар это не про то, чтобы... Не надо кажденьку идти. Ну начни хотя бы раз в неделю. Да? Ну нужно распробовать, понять вот этот сам файб. Само ощущение. Где ты, с кем ты. Ты начинаешь меняться. Даже одежду менять. Начинаешь. Вот смокинг, да? Помните? Да, я видел. Это смокинг же придумали специально для курения. Чтобы ты пепел сняли на себя. Вообще в Англии у них вот эти мэнские губы, да? Джентльмен Класс. Да, да. У женщин вообще запрещено вход даже. И поэтому там у них были смокинги. Они тебя откурили. У меня... Пепел осыпалось. Да, вот этот шелковый такой... Ты понял? Вверх, который скатывался. Это специальный костюм, чтобы он удерживал... Специальный костюм для курения смокинг. Да, для курения. Смокинг называется. Да, это целая история. Да, смокинг это же не просто как бы... Достаточно логично название. Красивый пиджак, в котором ты пошел куда-то. Вообще изначально в Англии это одежда для курения. Я скажу больше. Его начал шить какой-то швея. И он был неизвестный мужик когда-то. Но когда в этот джентльмен Класс приехал принц Чарльз, тех годов еще, блядь, 800-х годов. И вот так он поднялся в тот лучший шмокинг. Потому что тот чувак сказал, давай мне такой... А это уровень. У них в Англии, понимаешь? Лорды, это вообще другая каста из людей. Ты никогда... А они никогда не... Лорд может быть бедный и нещий. Фанкрот, ну он никогда не сядет рядом с обычным, даже богатым, какими-то англичанином. Понимаешь? Это такая каста людей. И поэтому, когда Принц, блядь, заказал... И тогда в моду пошли. Смокинг и вся эта тема. По сей день сегодня смокинг это... Ну да. Писчайший класс. На красной дорожке и еще... Good fucking morning, bro. Я вам желаю вот такой вот лимон. И физический, и денежный у себя в кармане. Вот такое вот утро с бассейном. Мы еле проснулись. Ужинать не хотим, вообще есть не хотим. Восемь утра. Погнали, посмотрим, что Марьяна делает. Знаешь, как в гол-жиме написано... Champion made here. Нет. Вот here is champion made. Восемь утра. Восемь утра. Восемь утра. Ты в восемь утра что делаешь дома? Я ж в зале. Ты в зале? А я сплю. Каждый свое. Мои друзья. А багетики, смотри какие. Ай, багетики. Класс. Порционные, каждому по одному. Не, ну это сто процентов профессионально. Кастапанабе. Но это еще не все. Но знаете, душные вот эти профессионалы. Трава, огурцы, помидоры. Вот притреники, которые использует Серега. Пожалуйста. Это все притреники исключительно. Бацама, аминокислоты. Здесь все правильно. Мы сейчас закидываем, все правильно. И в тренажерный зал. Тренировку спины. Два подхода. И там мой есть. Потому, видите где становятся профессионалы? Засними. Вот здесь становятся профессионалы. На кухне. Межань. Ну скажи. Мы с тобой тренинг. Это доказано уже. Раз, два, десять, пять. Вот. Стоит самый сильный человек на планете. На кухне делается чемпион. Ну и мы с тобой завтра два дебила. Пойдем и будем три часа поднимать гантельки. Ну так и будем до конца жизни поднимать. Как никогда и не накачаемся и не поднимем ничего тяжелого. Спина. Вообще вот так вот, пацаны. Просто вот так вот. Парни, у нас сегодня завтрак. Я вот вам всегда рассказываю. Чистое питание. Только куриная грудка вареная. Колбаса. Забудьте все, что я сказал вообще в принципе. Еще раз из чего колбаса есть? Это осел. Это собачка. Ага. Все пофанксует. Ну нормально. А белок там какие-то аминокислоты будут. Ну Миша сказал ни разу не пробовал. Попробует сейчас, скажешь. Я тоже не пробовал, если честно. И с удовольствием попробую. А это что, Серега? Это человек, у которого никакой камеры не надо. Ну это мы не будем, это мы вырежем. Кто? Борогом, светое с яйцами и все такое. Это сосиски. Это сиски. Это турки. Бекон. Человечек. Да, уже рассказали. Ну и сосиски. Ну и сосиски. Ну и сосиски. Сосиски. Да. Мариан, а что хлеба нет помыкать маслом? Приходи за плен. Не, не, не. Все, прости. Просто могла бы пораньше сайте напечь. Я напекла вообще-то. Я ребятам два багета напекла. А ты уже сам разбирайся. Багетики порционные с репутинами. Домашние? Как во Франции. В лучших домах Парижа. Серег, вы когда фаурлифингом занимались, считали калории? Мариан всегда считал калории, потому что я всегда набирал различный вес. У нее всегда была борьба за то, чтобы хоть категорию поменьше и поднять больше. А тут вот еще такой вопрос. А калорий или БЖУ? Или то, что важно? Ну, она БЖУ всегда учитывает. Почему? Потому что она не наедается. Ей хотя бы количеством больше белка. Поэтому, однозначно, больше белка. Акцент идет на белок. И меньше так голода у нее, когда больше углеводов. Тяжелее держать, особенно подкакивать. Есть такая практика, чем больше ты берешь углеводов, люди просто жереют, а потом, кажется, у них сыпятся куда-то, когда их исключают на самом деле. Ну, пауристеры вообще бредят углеводами больше. То есть, во время, даже сейчас, среди молодых, между подходами зефир, мармелад, паста. Особенно здесь в Америке тоже. Здесь они все… Сейчас очень популярно. У них здесь как есть, не при воркаут, а воркаут они где-то, мишки-гами, пакет такой. Желейки. Желейки хреначат только так. Нет, мы такое никогда не делали. Я вообще считаю, что если ты в момент тренировки сахар, там что-нибудь такое употребляешь, что тебе подскакивает и слабеешь. Быть более стабильным гораздо выгоднее в любом виде спорта, вот на момент тренировки, чем какие-то качели гормональные. День завтрака или с кардио должен начаться? Нет, завтрак. Завтрак святой. Даже, я считаю, что человек даже не должен умываться, зубочись сначала поесть, но все остальное. В смысле зубочись, то… Конечно, конечно. Да, 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 да. Точно так же, как с ПКТ. Некоторые меня спрашивают, да, сколько нужно качи ставить в момент курса. Я говорю, блин, сначала катаем, потом вытираем жопу. Одновременно ты еще не… Да, да, да. Просто растираешь. Да, да, да. А мы с Мишаней еще заметили, что такое аминокислотность толстый. Это какая-то коллекция или… Это моя гордость. Моя коллекция. Да я не знаю, о чем. Это называется, потому что не пьющие, да? Нет. Вообще, на самом деле, изначально у меня идея была, и всегда была мечта иметь такой бар и… Ну вот, подбор просто красивый. Это началось у меня с Портузалии. Когда поехали первый раз в Портузалии, я привезла туда в порт. И я думаю, а почему нет? Я везде куда буду ездить, откуда буду привозить… Какой-то трофей со страны, да? Трофей именно алкогольный. Пускай дома придут всегда. Потом у меня вот так переросло, и теперь я тут покупаю, покупаю, покупаю… Слушай, из-за того, что мы не пьем, часто кто-то подарил что-то, потом Марьяна сейчас увлеклась, поставит, как хочет, покупает. Что-то хорошее обязательно, если я увижу, я обязательно. Просто у меня такое тоже было. Я тоже дома люблю коллекционировать именно. Я сам вообще, ну даже не открою… Да, 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 да. Меня спрашивают, что ты больше собираешь? Я ни разу ничего даже не пробовал из этого. Ну вот просто коллекционирую, прикольно. У нас тоже самое. Из-за того, что не пьем, постоянно собирается купиться. Но вот всегда есть. Ну, друзья приходят, конечно, я всегда открываю. Нет такого, что запретное, что-то не пофиг вообще. Выбирай все, что хочешь, твое. Летим тренировать спину. Это у нас сына Виктори, 1300 кубиков. Он тюнингованный. Его какой-то один кастомный делал в каком-то штате. Мы одного чувака покупали, который купил… Рядом стоял муцик у Марка Уолберга. А это мой V-Road, Харли Дэвидсон. Тоже он тюнингованный, он уже… Расширенное колесо, 1300. И у него он легендарный тем, что эта модель выпускала моторы. Для них специальное дело моторы – Porsche Design. Это от Porsche моторы. Поэтому это самый считается быстрый среди чопперов. Ты прям гоняешь или так просто? Нет, это же… Как сказать… Я точно не гоняю. Я… Постариковски, да. Я получаю свой вайп. Но он очень громкий. Я слушал этот самый громкий. Да, у него вот прям совсем громкий. Мы чуть потише. Запах сразу. Да, без всяких каталитиков. Это же все настоящее. Кстати, здесь этот официальный такой обычай. Ты когда покупаешь на цыпке, и друзья дарят такой колокольчик. Как я его защищаю. Да, в Америке же особенно это популярная езда с символикой. Это черепок, да? Нет, это такой колокольчик. Он влюнулся. Да, он в стиле. Он в байкерском селе. И тогда черепок или что-то еще. Вот меня тоже подарили. Ну вот, типа защищает тебе какой-то оберег такой, как талисманчик такой, да. Чтобы на дороге всегда была удача. Поэтому сигара, мотоцикл, да. И виски, лимон. Тестостерон. Тестостерон обязательно. Но он сам поднимаешься. Только ты запускаешься. Ты тоже поднял сразу, думаешь, сейчас будет. И сразу покажи, на чем мы приехали. На тостере, на электровафельнице. Микроволновка. Нет, мне нравится. Скажи, что есть свой вайп именно такой городской, в том плане, что ты не отвлекаешься вообще. Ты едешься, можно. Она вообще сломала многие среди. Вот так она меня сломала. Ты можешь купить, она там какой-то переживать за мотор, за кулер, за турбину. Здесь все такое. А тут домохозяйка может приехать на троечке. И делать вообще. И даже шлифовать не будет. Будет просто лететь, а ты будешь там... Рисковать. Рисковать, а она даже рисковать не будет. Вот так она сломала и мой мир. Я сейчас, когда выезжаю на корвете, такой, а что ты горешь нам всю улицу? А что ты не едешь? Не позорься, ты едешь. Что ты не едешь? О, профессионалы. Мы показываем, что с Серегой ездить на Дженезисе. А вот тачка Магина. Ну, некий Порш женский, максимально новый. Мы пока приехали в зал. Ну, у ребят вот эти были... Я просто расскажу. Ну, много кто с вас не живет в Америке. В Америке нет вообще творогов. Ребята накормили блинами с творогом. Я просто, ну, как будто бы вот дома побывал. Первый раз за сколько лет, скажи. И я сейчас такой... Я так спать захотел. Потому что Мишаня мне говорит, вот твой блин, твой блин. В итоге больше всех съел. Мы сейчас будем тренироваться. Такая тренировка спины. Ну, это будет длинная тренировка. Где-то минут 12-13. Понял. Сегодня по тяжелому, да? Время не будем сокращать. Рабочий сегодня формат. Но мы вообще не умничаем, когда работаем с такими профессионалами. Первый раз вижу, чтобы это... Чтобы девушка залазит в полный рост, чтобы снять. Для меня, наоборот, со стремянкой приходили. Знаешь, я привык, что мне нужно ниже садиться, чтобы растянуть полностью. Класс. Со стремянкой. Со стремянкой такая раз пришла. Атмосфера тут в зале вообще какая-то космическая. Вот, видишь тут? Сейчас, братан, снимай. Снимай, снимай, братан, снимай. Обязательно. Во-первых, это тот же вес, что делаю я. Намного меньше делать, намного меньше. 100 килограммов в два раза больше, чем вариант. Во-вторых, эта девочка, в-третьих, она еще и дропсад делает. У него веса. Я больше не буду качаться, братан. Погнали. Давай. Все, походу, надо мной прикалываться. Все думают, что какой-то сильный, я не знаю. Откуда у меня столько сил? Раз, два, два. Два, пять раз. Два, два. Раз, два. Оно само качается, да? На такой еге. Спросите, а лямки почему не используете? Или используете в каких-то случаях? Да мы что-то одно время начинали использовать, пока, блядь, замотаешься. В длифте сейчас начали использовать, если делаем. Все-таки правда, что когда без лямок, сами руки лучше выглядят. Потому что они и держат, и они включаются. У всех женщин, которые работают, пусть они за руки хорошие, плеча маленькая и уже не так смотрится рука. А когда плеча большая, ну как бы, пропорционально. Куда нас тренер поведет дальше? О, Хаммер, наш любимый походу будет. Братан, посмотри на размер этой подушки. Просто посмотри. Ну, у нас, скажи, у нас, вот у нас просто, я объясню, у нас в Голжиме велосипедные сидушечки. Ты сидишь, тебе оно врезается. Здесь просто, ну, все для ЭСББ просило. Здесь можно представить, какая срака помещается сюда? Нет. Да. Она мотивирует расти. Потому что такую же жопу. Потому что бывают атлеты размером Маркус Рул. Маркус Рул здесь хорошо сядет. Да. Правильно? И вот здесь вот тоже самая подушка, которая, можно в нее упереть, уже маленькая, она разрезает в руку. Сто процентов. Ты вешаешь 6 плиток и уже с упором нельзя делать, потому что просто не может. Сто процентов. Д 작ремная процеса. День Beginner. Каталия, да, принесла Итусу. Я смотрю. Можно мы первый разçoать. А... Вы же не думаете, что Итус находится. Гиперсензия! ну считай что все но делайте становую в данную в этом году стали делать день спины данным спины у этого радио делали уже потому что решили добавить плотности мускулатуре так они что плотность так не дает какой-то базовое тяжелое упражнение дед лифт дед лифт делает такую спину свинцово это пришел позинка позинка у нас был я могу сказать что прямо вот прямо возле зала продаются вот в таком прилавке протеиновые кексы мы вчера с михой пробовали ребята показали вот они не отличишь во-первых от настоящих во-вторых вкуснее легче слаще и легче ты ешь обычный кекс он падает камни из-за жиров из-за углевод а здесь получается основа белковая основа протеиновое яичные белки одно второе ты съел ничего не понял было вкусно ты еще съел и при этом 100 калорий один кекс один кекс 100 калорий 2 с протеина но просто бешеный состав просто бешеный если бы мне не сказали что это ну вот я не увидел состав я бы ничего работы верю что не хоть спасибо большое и ребята взяли но угостили от это поедет в лос-анджелес на но очень вкусно мешает сказать тексты классно говорят что нельзя правильно питаться и вкусного ну вот это что такое вы не представляете как хорошо давайте до вы после этого не будете обычные кексы есть они тяжелые вам будет плохо от них а вот этих только лучше становится и вот такая трапеция будет слушать мы мы приехали к ребятам тексты едут я хочу обязательно взять закваску чтобы делать такой же творог как у ребята у них есть фирменная закваска поняли 30 граммов бак бактерии берешь молочные с них потом держи закваску я хочу взять у них соление просто но но это самое это самое вкусное что я за последние пару лет в америке вот ребята что еще на самом деле важно что вот сам серёга говорит несмотря на то что готовить чемпионов у него самая сильная девочка в мире он там парней тренирует все бьют рекорды стоит он как только что сказал говорит чем больше тренируюсь тем больше понимаешь что ничего не знаю новому новому нужно учиться все подбирать под себя и нет идеальной формула которая подошла бы всем то есть это то что я постоянно повторяю все говорят если вы слышите где-то на улице неважно взяли мнение о том что вот я знаю вот сто процентов так работает значит и вообще ничего не не знаешь и никогда и не знал не спеши потихоньку не спешим если накрыла потихонечку кофе конечно пришло это сам почему от кофе я пью вот я кубер а везде под разные зерна самый кайф я кофе у меня не горы нигде не стоит у меня кустовая щель возьми модеринку взбей кисленькая да да это получи вчера вот товарищ кто бежал макс с ним вообще и мы сядем можем час ездить кури а один раз он привез сигары впервые это увидел и игорь где-то возьму и тебе и мне короче в сигары курица в паре они немножко разные продаются парами она называется одна умер король вторая называется да здравствуй король короче суть такова я говорю слушай я две никого не курил за раз меня может накрыть я тоже не курил 2 за раз давай попробуем почему не такие первым из курили наш ты рила тяжелая прям такая макс я не знаю как 2 ну говорит серёга там написано что мы должны начать я принципиально начну мы с ним начали вторую подкуривай а вторая легкая мягкая я выровнялся на ней пока мы курили то есть все продумано оказывается поэтому ты так сначала поплыл потом раз пошел дальше то есть все продумано она очень легкая вчера он приехал говорит ты не представляешь что мне не хотел кубу взять цены в duty free взлетели говорит сколько он сказал 10 сигар или 5 сигар 1300 долларов они подняли цены они 300 раньше стояли несколько сигар не помню одна сигара выходит 70 долларов пицца дорого я не взял я буду донать кого нужно по вкусу мы с ним сколько курили но никто тебе не скажешь только я как говорил что кубинская лучше она ценится тем что просто из куба в америку нельзя скобута duty free ты можешь взять завести как ну не партию а себе а вот в этих листах влияет ли вот например как сезон там были дожди на и как вот наверно например я думаю влияет я думаю я к тому что где растет лист вот вот это все урожай бедный не беда цена подняли не подняли я думаю наверно влиять я просто не изучал так глубоко вопрос поэтому да получается просто лист технологии она должна быть хранить сигары нужно специально в влажном месте они должны быть сухие и и даже по мукурте тоже лишь такой высушенный но он влажный но вот мокро да чтобы не ломался все это выглядит настоящий тренер да я только теска такое ощущение будто мы в америке есть газончик и и марьяна выходит настоящий бодибилдер но реально похоже на америку лимоны лучше быть просто не может честно говоря уезжать не хочет и ребятам нужно открыть это знаешь как такой масса наборный курорт куда будут люди приезжать на месяц вот тебе еще одно шоу на это подписка 5 человек с каждого двадцатка в месяц и спасибо вам ребят большое за такой уикенд мы конечно смешание нахватали волк и много полезного следующая тренировка с нас не мы мы обещаем что мы приезжаем и миха вот так вот берет 5 плиток и просто подымает подымаешь после такой то есть тяжелой тренировки спины все спасибо вам большое ребят до новых встреч